В Кыргызстане уже повышены закупочные цены на молоко. Так, в Чуйской области молоко у фермеров теперь закупают в среднем по 19 сумм. Напомним, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев месяцем ранее, посетив молокоперерабатывающие заводы, отметил, что необходимо стимулировать отечественных фермеров налаживать производство и поставку качественного сырья в больших объемах и предложил повысить закупочные цены на молоко. Наша съемочная группа посетила один из молокоперерабатывающих заводов и узнала, как обстоят дела в молочном секторе. Молоко является одним из важнейших продуктов питания. В Кыргызстане этот продукт имеет влияние и на экономику страны. Ведь в регионах кыргызстанцы зарабатывают себе на жизнь хозяйством. Да и экспорт позволяет увеличить внутриваловый доход. Однако фермеры, занимающиеся скотоводством, не так давно были недовольны с закупочными ценами, после чего глава правительства предложил повысить цены. У нас была в прошлом году цена, мы принимали по 19 суммам молока. В этом году, по правительству, рассмотрев наши предложения, с тем, что они тоже нам помогали. И у нас, как бы, наши тоже было много проблем. Частично тоже они наши проблемы решили. И мы увеличили закуп молока жирностью 3,6 до 24-25 сумм. За такие цены завод выкупает молоко у доставщиков продукта, которые, в свою очередь, покупают их у фермеров. Однако некоторые посредники и сами разводят хозяйство. Поэтому повышение цен на молоко только порадовало заготовителей. 13 лет работаю всегда. Население всегда деньги вовремя даем. Завод никогда не удерживает. Вовремя деньги берем. На следующий день раздаем людям. Каждый, например, 10 литров сдал, за 10 литров даем. 20 литров сдал, за 20 литров даем. Молоко смотрим, проверяем. Там тщательно. Каждый литр мы просто взял, не залил там. Проверяем там, ариометр. На все проверяем. Чтобы там прокисшее молоко не залили нам. Сельхозпродукция Кыргызстана славится на мировом рынке своей натуральностью. А процесс обработки молока вовсе не простой. У каждого молока перерабатывающего завода есть своя химическая лаборатория, которая тестирует качество сырья. Качество продукции мы определяем здесь, химической лабораторией. Делаем сначала на соду, проверяем на соду. Делаем кислотность молока, кислотность молока. Делаем жир молока. Делаем группу чистоты, чистое молоко или грязное. Мы его обязательно проверяем. Потом говорим, если оно качественное молоко, мы его отправляем уже в цех. Есть также перерабатывающий цех, где сначала молоко взвешивают, остужают, проводят другого рода обработки и погружают в так называемые танки. В этом цехе идет приемка, охлаждение, пастеризация и нормализация молока. А с тобой продукт, он приходит уже в хорошем качестве. Мы его охлаждаем, пастеризуем, нормализуем по жирам. И отправляем в другой цех для уже конкретной переработки. Из перерабатывающего цеха молоко привозят прямо сюда, в завод цельного молока. И здесь проводят снова пастеризацию. Двойная пастеризация служит для окончательного уничтожения микробов и продления срока годности. А также для кефира производят закваску, а потом уже упаковывают и предоставляют его населению. Закупочные цены у населения разные, в силу деятельности посреднических структур не всегда высокие. Такие предприятия должны искать возможности для повышения стоимости приобретаемого молока у местных жителей. Об этом также сообщал премьер-министр. По его мнению, это будет способствовать развитию производства и обеспечит стабильную поставку необходимого объема молока для предприятий. В свою очередь, крестьяне получат достаточную прибыль от ведения хозяйства, возможность увеличить число и качество поголовья, приобретать новые породы. Следует отметить, что повышение закупочных цен не повлияет негативно на заводы. И чем дороже фермеры будут сдавать свой продукт, тем больше будет молока в стране в целом. Что позволит увеличить производительность заводов, а также экспорт молочных продуктов в соседние страны.